Ну, я думаю, что пришло время вновь поговорить с нашим гостем, который к нам уже присоединился. Итак, у нас сегодня Сергей Ерхан, председатель региональной и национально-культурной автономии Молдаван, Республики Крым. Доброе утро! Доброе утро! Ну, а вас сюда к нам в студию привел хороший повод. Это День Молдаван, Молдавской культуры. Давайте о нем поговорим, когда он отмечается, потому что, ну, честно признаюсь, мало что знаю. Спасибо, да. У нас это наш праздник, чисто праздник Молдаван. Это праздник День Урожая. Вообще, у нас отмечают, как День Молодого Вина. После урожая делают вино. Вот. Приглашают все, это все заводы, которые есть, все частные участники, те, кто делают вино. Крымские или не только? Это вообще по всей Молдове и так же самое в Крыму. Все молдаване, которые проживают, где они проживают, в том числе и в Крыму, вот. Мы для того делаем этот праздник День Молодого Вина, День Урожая, для того, чтобы все наши молдаване не забывали, что у нас есть такой праздник День Молодого Вина. Это делается вино, приглашают всех на дегустацию. Это не для того, чтобы напиться или пить, да, для того, чтобы дегустация была, вот, чтобы попробовали чистый сок виноградный, вот, чтобы оценили вкус молдавского вина. Попробовали, чтобы рассказали другим, что у нас есть такой прекрасный напиток молдавский. Вот. И вот так вот мы отмечаем наш такой праздник. Ну, я знаю, что в этом году он будет проходить в городе Алуште. Почему именно? Да, там не в Алуште. В Евпатории будет проходить. В Евпатории Алуште. Да, да. Ну, я прошу прощения. А почему в Евпатории? Я расскажу, почему. Мы каждый год, мы всегда отмечали в городе Симферополь, в нашей столице. Ну, последние два года мы решили отмечать по регионам Карима. Почему? Потому что у нас по Крыму у нас молдавские общины. Вот. Мы отмечали в Ялте. В прошлом году, в этом году мы решили отметить в Евпатории. Мы решили то, чтобы люди наши местные знали, что и жители нашего региона, чтобы знали, что есть такой наш молдавский праздник. К нам приходят не только молдаване, и также все. То есть, я так понимаю, абсолютно каждый может присоединиться? Каждый, да. Мы всех приглашаем. И в том числе к нам приходят гости, так же самое, и всех общин национальных. Это и татары, и греки, и немцы, караимы. Но, Сергей Иванович, я думаю, что помимо вина там все-таки можно будет окунуться в молдавскую культуру. Конечно. Вот какая она? В чем она заключается? У нас культура наша молдавская не только зависит в пище и в напитках. У нас еще культура молдавская. Я хочу просто вам добавить и напомнить, что у нас в Крыму у нас не только гуляют и отдыхают. Мы еще и отмечаем такие праздники, как у нас. Вот, допустим, в том году мы открыли на Мангупе гора Мангуп. Там есть там когда-то наш Стефан Великий, Чамарий, это князь молдавский, женился на княгине Мангупской. И когда османы напали на Мангупское княжество, 300 наших молдавских рыцарей защищали. Вот там они защищали полгода, погибли там, защищая Мангупское княжество. Вот мы в том году, 25 ноября, мы там открыли мемориальную доску в честь погибших наших молдаван. И мы решили каждый год чтить эту память. Сергей Иванович, а вот сколько сегодня в Крыму проживает молдаван? Это большая диаспора или все меньше становится? Нет. Я вам скажу так, что при Украине было около 4 тысяч молдаван, проживавшие те по переписи. На сегодняшний день при Российской Федерации проживает около 12 тысяч уже. Ого! Не маленькое совсем. Да, казалось бы так, но вот так оно и выходит. Ну вот мы с вами говорили о празднике, говорили о вашем традиционном напитке. Да. Молодом. А вот я, честно говоря, никогда не знал и даже не задумывался, какое у вас традиционное национальное блюдо? У нас блюдо очень такое, как мамалыга есть. Вот. Это раз. Вот. Наша есть такая, плацинда есть. Это что такое? Вы нам расшифровываете. Это такое печеное блюдо, оно жарится, это тесто, вот, ну, раскатывается тесто, туда начинка идет или брынза, или картофель, или капуста. И это все заваривается как конвертом, жарится на сковороде, ну, очень вкусно такое блюдо. Это, вот, как бы, потом у нас еще есть такие, как метятии, это такое, это баранина или говядина, это фарш рубленый. Это все это делается как фарш. Потом жарится такими маленькими, такими колбасками. Очень вкусно, кстати, да. Ну, брынза, так же самое. Вот, поэтому у нас очень много блюд. Вот, поэтому вот сейчас будет праздник, мы как раз эти все блюда, мы готовим, угощаем наших гостей, земляков наших, чтобы они вспомнили нашу культуру, наше блюдо наше. Вот. И так же стакан вина, это у нас, это дело такое у нас, это не то, что ради пьянки или как-то, что у нас это чистый сок. Вот, это человек пьет, как бы сказать, для здоровья, это как, знаете, как говорят в России, как стакан молока, для молоков, как стакан вина чистого сока. Это не ради выпивки, не ради пьянки, это ради здоровья. Скажите, и какое же вино является наиболее традиционным у вас? У нас это сухое вино домашнее. Красное, белое? Красное. У нас делаются и красное, и белое, и розовое. Вот, это, я же повторяюсь опять, это, опять же, это чистый сок, это делается вино, натуральное чистое вино, без всяких добавок, там не добавляется ни спирт, ни сахар даже. Вот, чистый вот сок. Ну что ж, вы меня убедили, я прямо вот обязательно, непременно приеду в Евпаторию поучаствую. Вы знаете, что вы всегда приезжаете. Это мы, дело в том, что мы всегда проводили в Симферополе, а вот решили мы последний год, мы решили, как бы сказать, ну не последний год, а последний год, вот эти вот два года, ездить по Крыму, чтобы местные национальные общины, чтобы тоже чувствовали, что есть такой праздник, чтобы приглашали местные национальные культуры. Извините, вынужден прервать вас, потому что время заходит, подходит к концу нашей беседы. Напоминаю, у нас в гостях Сергей Ерхан, представитель региональной национально-культурной автономии Молдаваны, Республики Крым. Отпустить мы вас просто так не отпустим и приглашаем в нашу фотозону. Да, попросим вас пройти в телевизор и вместе с нами сделать фотографию на память. Такая вот инсталляция, она посвящена тому, что мы переходим от аналогового вещания к цифраму, давайте чуть ближе подойдем, смотрим прямо на камеру и после слова цифры улыбаемся. Раз, два, три, цифра!